добрый день сегодня у нас видео беседа азбука вежливости ребята что такое быть вежливым вежливый человек всегда внимательным к людям он старается не причинять им неприятностей не оскорблять окружающих ни словом ни делом он старается сделать доброе дело помочь тому кто нуждается в его помощи как вы думаете что такое добро это все хорошее доброе красивое например весна солнце море цветы и улыбка мама друзья а что такое зло это нечто противоположное добро дурное плохое беда ненастья мы живем с вами на планете земля коль существует на нашей планете добро и зло значит люди могут творить добрые и злые дела зло возникает во время конфликтов что может произойти если в споре сталкиваются различные мнения конечно это оскорбление драки слезы как вы чувствуете после таких вот разборов очень плохо каждый человек себя чувствует очень разбито и плохо как можно разрешить эти конфликты очень просто нужно просто-напросто противникам сесть за стол и переговорить друг друг с другом так чтобы найти путь мирного решения в своей проблеме вот послушайте стихотворение о том как нужно выходить из конфликтной ситуации не навреди подумай не шуми все их уважает добрее посмотри а не спорь коль не уверен а отойди а если с кем и вышло что не очень то первым подойди сам между прочим скажи давай забудем все разборки худой мир лучше ссоры поговорки какими словами заканчиваются стихотворения верно худой мир лучше ссоры народе всегда доброте относились по особо есть такая пословица доброе слово и кошки приятно и огромное значение в нашей жизни имеют добрые волшебные слова вот например растает даже ледяная глыба от теплого слова спасибо зазеленеет старый пень когда услышит добрый день если божь больше есть не в силах поварам скажите все спасибо мальчик вежливый развитый говорит встречаясь здравствуйте когда нас бронят за малости говорим простите пожалуйста и конечно на прощание везде говорят до свидания как вы думаете ребята чего на земле больше добра или зла вспомните как вы обижаете друг друга на перемене на детской площадке когда злитесь друг на друга ведь обижая даже словом мы причиняем боль когда ты с кем-то ругаешься и говоришь ему неприятные вещи ты оставляешь ему рано и будет неважно сколько раз ты попросишь прощения рано остается рано принесенная словами причиняет ту же боль что и физическое друзья это редкое богатство они заставляют тебя улыбнуться подбадривая тебя в трудную минуту они готовы всегда выслушать тебя они поддерживают и открывают тебе свое сердце показывая своим друзьям и окружающим как они тебе дороги и в заключение хочу сказать не пытайтесь любить весь мир любите тех кто рядом с вами и вы сами почувствуете насколько вы стали счастливее не забывайте что в мире существует правило бумеранга к тебе вернется все то что ты сделал другим хорошие поступки порождают ответное добро посеешь зло оно вернется вдвойне пусть ваше сердце наполняет дружба нежность милосердие любовь терпимость искренность душевная доброта